Благослови, Душа моя, Господа, благослови неси Господи. Христос воскресе, дорогие братья и сестры! Сегодня четверг, 26 мая. В этот день Святая Церковь предлагает для нашего назидания отрывок Евангелия от Иоанна, глава 8, стихи с 12 по 20. Послушаем это евангельское зачало в прочтении Иродьяка на Свято-Троицкой Александра Невской лавре Отца Александра. Речи Господь ко пришедшим к Нему Иудеям, аз есм свет миру, ходя и по мнению имать, ходите в отме, но имать свет животный. Решил бы ему, Хрисея, ты о себе сам свидетельствуешь и свидетельство твое нест истинно. Отвеча Иисусе рече им, аз ес свидетельствуешь о себе, истинное свидетельство мое, яковем, откуду приидох и камо иду. Вы же невесте, откуду прихожду и камо гряду, вы по плоти судите, аз не сужду никому же. Ящи сужду аз, суд мой истинен есть, яко един несим, но аз и по славы мя Отец. И в законе же вашем писано есть, яко твою человеку свидетельство истинное есть. Аз есим свидетельствуешь о мне самом, и свидетельствует о мне по славы мя Отец. Глаголу хуже ему, где есть Отец твой, отвеча Иисус, ни мне вести, ни отца моего, ащи мя бысти ведали, и отца моего ведали бысти. Сия глаголы, глагола Иисус, в Газофилакии уча в церкви, и никто же я от Его, яко не убе пришел час Его. Предлагаю прочитать этот текст в русском синодальном переводе. «Опять говорил Иисус к народу и сказал им, я свет миру, кто последует за Мною, тот не будет ходить во тьме, но будет иметь свет жизни». Тогда фарисеи сказали ему, ты сам о себе свидетельствуешь, свидетельство твое не истинно. Иисус сказал им в ответ, если я и сам о себе свидетельствую, свидетельство мое истинно, «Потому что я знаю, откуда пришел и куда иду, а вы не знаете, откуда я и куда иду. Вы судите по плоти, я не сужу никого, а если и сужу я, то суд мой истинен, потому что я не один, но я и Отец, пославший меня. А и в законе вашем написано, что двух человек свидетельство истинно. Я сам свидетельствую о себе и свидетельствует о мне Отец, пославший меня». Тогда сказали ему, где твой Отец? Иисус отвечал, вы не знаете ни Меня, ни Отца Моего. «Если бы вы знали Меня, то знали бы и Отца Моего». Сии слова говорил Иисус у сокровищницы, когда учил в храме, и никто не взял его, потому что еще не пришел час его. Иудейский храм состоял из нескольких дворов, где молились верующие люди. Сокровищница храма, ставшая местом беседы Христа с иудейскими начальниками, была расположена недалеко от места собрания Синодриона, в одном из дворов. Конечно же, здесь всегда было множество людей, а потому трудно было найти лучшего места для того, чтобы собрать группу благочестивых слушателей для поучения. Спаситель обращается к слушающим Его людям со словами «Я свет миру. Кто последует за Мною, тот не будет ходить во тьме, но будет иметь свет жизни». Можно догадываться, что этому поучению послужило поводом напоминания на праздники кущей о том, как чудесный огненный столб освещал в пустыне путь иудеям и привел их в землю обетованную. То был свет, руководивший одним только еврейским народом и направлявший к лучшей, чем в Египте, земной жизни. Христос же пришел указать не одним евреям, а всему миру путь к блаженству вечной жизни. Александр Павлович Лопухин пишет, «Слово «свет», как термин, обозначающий духовное просвещение, часто употребляется у пророков. Но Христос, называя Себя светом, хочет сказать этим не только то, что Он есть носитель божественной, спасительной истины, но и то, что Он в силу Своего теснейшего единения с Отцом есть первоисточник всякого света в мире, что от Него идет не только истинное боговедение, но и зависит вся духовная жизнь человека, который иначе без Христа ходил бы в темноте. Чтобы выйти из этой темноты, нужно веровать во Христа и идти за Ним». Фарисеи же, слыша эти слова и опираясь на общепринятое правило, по которому никто не может быть свидетелем в своем собственном деле, ответили ему, «Ты сам о себе свидетельствуешь, свидетельство твое не истина». Конечно, они поняли значение слов Христа и пытались возразить, опираясь на формальности. На что Господь ответил, «Я знаю, откуда пришел и куда иду, а вы не знаете, откуда я и куда иду». И в этих словах содержится сознание Господом своего происхождения от Бога Отца, а значит, полное подтверждение достоверности его свидетельства о себе, а потому человеческое осуждение фарисеев, которые судят по плоти, то есть по внешнему виду Христа, не может быть к нему применимо. Святитель Иоанн Златоуст поясняет, что этими словами Спаситель как бы говорит, «Я от Бога и Бог и Сын Божий, а Бог сам о себе достоверный свидетель. Вы же не знаете, вы, — говорит, — по своей воле поступаете худо, и, зная, притворяетесь незнающими, обо всем говорите по человеческому разумению, не желая помыслить ни о чем выше того, что видимо». Мысль об общении с Отцом дает Христу повод представить Отца вторым свидетелем за себя, чем может быть вполне удовлетворено и требование закона, по которому в каждом важном деле должны выступать два свидетеля. Если же у Христа два свидетеля, Отец и Он Сам, то Его слова истины. Но несмотря на то, что уже много раз фарисеи слышали речь Спасителя о пославшем Его Отце, они, притворяясь непонимающими, задают Ему вопрос, «Где твой Отец?» В ответ на их вопрос Господь прямо указывает на единосущие Бога Сына с Богом Отцом, на то, что Отец открыл Себя людям в Сыне. «Вы не знаете ни Меня, ни Отца Моего. Если бы вы знали Меня, то знали бы и Отца Моего». И все это является свидетельством о том, о ком нельзя рассказать никакими словами, нельзя увидеть человеческими глазами, об Отце, неразлучно пребывающем в Сыне. Предстать перед Богом Отцом во всей полноте можно лишь пребывая со Христом, который является Светом, указующим истинный путь. Нам же, дорогие братья и сестры, следует помнить, что мир имеет только один источник Света – любовь Божия, которая проникает во все уголки нашего существа, обновляя и возрождая нас к жизни в этом мире и будущей вечной жизни. Помогай нам в этом, воскресший Господь! Благослови, Душа моя, Господа! Благослови, Господи! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...